Нет ничего невозможного. Эти ребята наглядны тому подтверждением. Молодежный клуб «Грани» отпраздновал год. 40 воспитанников провели вместе 12 увлекательных месяцев. Позади у них блестящие театральные постановки, путешествия по городам России и незабываемые эмоции. Последнее для ребят особенно важно. Чувствовать, что живешь полной жизнью, когда возможности здоровья ограничены, получается не всегда. Пытаемся все быть дружной командой, не ссориться с ним, ни с кем. Например, есть один человек, здесь Алексей, у него ДЦП. Он может с ним разговаривать, ну разговаривать он не может, но может только писать. Я с ним общаюсь, он мне пишет все на телефоне. Потому как у него болезнь, он говорить не может. Клуб «Грани» вырос из небольшой театральной студии, которая существовала до этого 6 лет. В ней занимались молодые люди с первой и второй группой инвалидности, синдромом Дауна, аутисты. Многие постановки проходили и на большой сцене. В репертуаре актеров «Золушка», «Дюймовочка», «Кошкин дом». Выступая перед публикой, ребята заручились поддержкой горожан. В апрелях уже с клубом познакомилась супруга губернатора Галина Конькова. Вот познакомившись с вами в апреле, я не смогла уйти из клуба навсегда. То есть мне захотелось быть с вами рядом. Пусть немножко, но помочь, поддержать. Чем смогу. Не без помощи первой леди у клуба появилось свое помещение на улице Большой Воробьевской. А на год грани обзавелись собственной кухней. В самостоятельной жизни эти ребята будут учиться вместе. Этот кабинет, он очень приближен к такой квартирной обстановке. То есть цель-то кабинета, смысл какой, научить ребят самостоятельной жизни. То есть они будут приходить сюда, как дома, будут готовить, будут все это убирать потом за собой. Первый день рождения закончился чаепитием. Уже совсем скоро за этими же столами ребята будут есть лакомства, приготовленные собственными руками. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.